Операция под кодовым названием ФУ. Перекрыть должнику свежий воздух, заткнув канализацию. Техника будто из шпионских фильмов. Специальный зонт оснащен двумя камерами. С крыши зонт спускают в трубу водоотведения и ставят заглушку именно в той квартире, где не платят за воду. С этого момента принять душ можно без проблем. Жидкость может просочиться. А вот все остальное будет затруднительно. Да, это суровые методы борьбы, признают в СКС. Но говорят, к этому их вынуждают сами неплательщики. Мы предупреждаем людей, в квитанциях пишем, ведем работу через суд. Но люди не понимают. Метод очень действенный. Понятно, что без канализации долго не проживешь. Если сам не замечешь, соседи тебя поправят. Сами должники называют такую меру коммунальным шантажом и считают ее незаконной. Но опыт установки заглушек в канализационной трубе отнюдь не новых а у самарских коммунальных систем, говорят в Центре общественного контроля ЖКХ. Ограничения водоотведения давно практикуют по всей стране. Лишить людей, даже если они не платят, тепла и холодной воды нельзя. А заткнуть канализацию – пожалуйста. Только обязательно нужно предупредить должника два раза. За 30 дней до процедуры и еще раз за три дня. Вот этот процесс управляющая организация или обслуживающая организация, ресурсонабжающая организация должны неускоснительно выполнять. Почему? Потому что если они не выполнят какое-то требование, которое изложено в постановлении, это уже будет нарушением. Заглушки, как оружие против должников – крайне неоднозначные меры, считают и городские власти. Позиция города – надо договариваться и убеждать, чтобы люди платили. Вот позиция города в этом. Вы знаете, когда мы переходим уже, а это я рассчитываю как силовой метод давления на, будем говорить, гражданина, ну, ни к чему хорошему это не приведет. Это антисцитария, это болезнь, это, во-первых, страдают окружающие люди рядом. Но работать в этом направлении надо и принимать меры к должникам тоже надо. Компания СКС уже начала отправлять должникам первые предупреждения с советом заплатить по счетам как можно скорее. Иначе к сумме долга прибавится еще и счет за снятие заглушки, а это почти 8 тысяч рублей. Впрочем, считают эксперты, вызывать к совести неплательщиков можно не только перекрывая им канализацию. Точку в таких историях должен ставить суд – цивилизованные решения проблемы и бездурно пахнущего шлейфа. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События.